это художественный музей загреба сегодня 1 декабря первый день зимы а в загребе уже вовсю готовятся к новому году к рождеству начинаются ярмарки продают глинтвейн кофе горячительные напитки так олень олень символ рождества и нового года фонтан работает и каток вот эта тема я так понимаю внизу проложено специально охладительные системы трубы работает фонтан и работает каток где вы такое увидите наверно в загребе только центральный вокзал железнодорожный обратите внимание в городе очень много трамваев самая развитая система трамваев в загребе из любой точки города в другую другую можно попасть на трамвая за несколько минут при этом потратить совершенно немного денег кроля томислав король томислав всем привет друзья вы на канале family day мы путешествуем по европе сегодня 1 декабря первый день зимы с чем я вас сердечно поздравляем еще разочек мы находимся в загребе столица хорватия прекрасный уютный замечательный чистый город сегодня нас велосипедная прогулка ездим по всем достопримечательностям все рассматриваем позади меня исторический музей музей искусства и король томислав собственно персоной на коне это одна из наверное центральных площадок рождественских городе где будет очень много людей гуляния здесь будет специально смотрите дорожки здесь оформлены как будто гуляешь по снежным тропинкам да такое ощущение все таки хорватия это уже европа если сербия еще только пред европе так сказать очень стремится быть такой же похожий да такой же ухоженный я уже с меня всю камеру забрызгал от вас все деревья здесь украшены гирляндами они даже днем вот мерцают представляю какая красота здесь ночью надо приехать обязательно думаю как мы заметили в городе очень просто очень много мусорных баков контейнеров которые делятся там на бумагу на бытовые отходы на стекло пластик и прочее то есть рассортированы поэтому город очень чистый я так понимаю жители воспитаны и привыкли кидать различный мусор просто на дорожку или там на лавочке оставлять а несложно дойти до урны и выбросить все по месту назначения определить очень приятно в чем-то даже похоже да по частоте на хельсинки да наверно сконка и билу билы вот так вот очень красиво у вас здесь красиво красиво спасибо дедушка всего доброго давай еще одна площадь которая украшена которая готовится стать еще одной центральной площадкой рождества в этом году что там квас квас внутри вот такой вход добрый друг тихон почему-то отказался сидеть сиденье велосипедном и хочу пошариться здесь немножко знаете тоже поднимемся наверх посмотрим что там тут тоже ярмарка здесь очень любят я так понимаю ярмарки смотрите как сделала крышка вот все в снегу на самом деле от подъем аши тихо нравится огоньки зайдем вот в эти центральные ворота посмотрим саму ярмарку изнутри что там нам предлагает предлагает угощение различные вкусняшки тихо на лучших не показать это печеньки вот такие разноцветные можно загреться алкоголем кто интересуется да пахнет пивасиком здесь так достаточно плотненько сосисочки закусончики здесь мясной отдел кабаски всякие различные тыквы вот есть даже список цен а вот от 20 кун там до 45 и дальше вот напитки вино 16 кун кун стоит 9 рублей по курсу на сегодня 1 декабря 2019 года вот поэтому мы в среднем чтобы не путаться просто умножаем цену на 10 это будет получаться цена поэтому если это видео вы заметите цены на тотальный товар умножайте на 10 получили цену в рублевом эквиваленте а несмотря на то что загреб находится в долине за гребом за гребнем почему так и называется город оказывается еще и рельефный вот он кафедральный собор похож чем-то по архитектуре на фамилию эти барселоне вообще город похож на самом деле на барселону что-то между барселоны и питером намного наверное приятнее чем питер во всяком случае чище не такой промозглый не плесневый но и не такой густонаселенный как барселона если барселоне просто очереди на обычных там тротуарах улицах то здесь все достаточно спокойно может быть конечно ближе новому году здесь будет больше людей кстати да загреб это город по братьям санкт-петербурга а вот и греб за которым находится загреб вот за вот этим гребом расположился город отсюда его название зайду внутрь сильно комментировать не буду но посмотрим что там находится смотрим нельзя шортах нельзя в трусах нельзя курить нельзя мобила нельзя мороженое остальное можно конечно недороятные объемы храма просто он очень огромный особая атмосфера колорит и он действительно действующий это все-таки культовые религиозные сооружения не какой-то музей на самом деле храм сюда приходит на службы и все по порядку здесь совершается что ж здорово нравится тебе в загребе уготе тебе нравится тюпа тюпсу есть окружает здесь собор видимо некогда имела защитное свое значение это вот можно так вокруг то я так понимаю собора можно проехать снаружи его реставрируют лицевой части изнутренней здесь я так понимаю это какие-то братский корпус возможно монастырский какой-то но в общем также здесь культовая постройка можно и прогуляться в городе очень много магазинчиков различных как сувенирных так и вещевых то есть очень много различных брендов представлено много кафешек вот этот рынок со всякими вкусняшками долог маркер да здесь его за глаза называют желудок загребов мы обязательно зайдем посмотрим что там внутри а здесь перед ним смотрите торгуют цветами еще тоже а еще грибами каким-то деревянными пешеходная зона никаких машин машин только по пропускам спецслужбы сюда заезжают хотя нет вот какая-то вот забрела но это тоже наверняка свои потому что шла везде шлагбаум стоит посмотрите перепад высот какой и дальше такой серпантинкой вокруг этого памятника побежденного змея отдельная история про змей и драконов здесь их очень много по городу особенно статуэток этих раскидано да и продолжая легенду рассказ легенда о змеях здесь я когда загреб назывался медведград и в одном из тоннелей его нашли королеву змей и королеву драконов возможно это памятник был как раз побежденный вот этой сцене где воин победил именно этого змея еще загреб считается городом музеев мы поднялись площади святого марка и вот этот уникальный храм храм также одноименный храм святого марка посмотрите какая уникальная здесь черепица вот это в виде мозаики на самом деле она уже реконструирована после землетрясения 800-х годов когда здесь было все разрушено возможно стены еще сохранились а вот кровля была восстановлена и уже не считается такой она раритетной смотрите сколько щелкунчиков и солдатиков видимо история и сказка про щелкунчика родом из этих мест много вот это солдатики щелкунчики домики да какие-то мышиные короли и прочее 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 отличительной особенностью загреба является то что здесь есть free вайфай проверили реально работает имея бесплатный вайфай ни один путешественник и ни один турист не останется в стороне от инстаграма и загреба вы можете также увидеть вот эти бюсты никола тесла объясню почему очень щит здесь традиция этого выдающегося ученого в честь того что он изобрел вот эти вот уникальные газовые фонари они до сих пор работают они до сих пор эффективны и профессия человека который проходит и зажигает их называется зажигать специальной палочкой залезает туда поджигает и все светит они по всему городу смотрите установлены во всяком случае в исторической части возвращаясь к историям музеев даже есть музей разорванных отношений в общем этом музее хранится все то что напоминает прошлом и что стало причиной прервавшихся отношений разводов и прочего данная достопримечательность называется фуникулер фуникулер всего 66 метров можно спуститься по лесенке подняться можно подняться вот такой штуки а можно той дорожкой который я только что пробежал подняться спуститься 66 метров самые короткие в европе и еще одна загребская достопримечательность поехали поднимается он всего одну минуту даже меньше мы сейчас попробуем это сделать люди туда вот отправляются сейчас мы посмотрим стоит 5 кун принимают только налички у нас местных пока валюты мы не меняли только в евро вот поэтому мне не удалось прокатиться мы тогда поднимемся будут этой вот лесенке 5 кун умножаем на 9 это 45 рублей к сожалению карточки не принимают только за наличку вот такая вот достопримечательность люди он видите сидят и ждут вот в этой своей тележке когда же они отправятся то есть ради этого достопримечательности а вот смотрите наверх ради этой достопримечательности готовы сидеть и ждать вот такие вот они туристы здесь готовы ждать и получать удовольствие адрес тут даже есть то меча улица 12 а а вот и поехал фуникулер чик вниз пустой отправился а сейчас ему на смену придет наверх уже наполнить вот наш фуникулер чик поднимается люди едут я тоже мог прокатиться страшно 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 с тобой горы ехать мне супер страшно на секунду вешать папа там зазов стопеньки и и Субтитры сделал DimaTorzok